Привет, Янокс! Это завтрак номер 6. Как я и обещала, мы продолжаем. Это рулет из омлета. У китайцев, японцев, корейцев есть специальные такие с коротоквадратные. Они на них делают всякие крутые штуки. Внутри я попыталась замешать вот такую печень и икру из тресковых рыб. Это я баночку купила в светофоре. Вот такая она. На вкус ничего, но мне кажется, как будто там добавлена манка. Мы как в студенческие времена делали икру из рассола и манки. Вот очень сильно напоминает. Но есть её можно, в принципе. По составу. Вот идёт печень тресковых рыб, икра тресковых рыб, вода, питьевое масло и всё. И пошло вот это всё, специи, добавить любую. А хотя стабилизаторы вот тут не особо-то так прям страшно. В общем, наверное, это мне кажется. Есть, в принципе, можно. Хотя, хотя я хотел другую крутую. Давайте её просто не нашла. Это паштет. Вот, паштет из печени. Ну, в принципе, тоже прикольно. Ещё у меня здесь чуть-чуть обжаренный хлеб, редисочка. Сейчас сезон очень вкусный, редиска. И тут кусочек шашлыка. Это мне досталось от моих друзей. Я была в гостях на выходных. Вот, потом ещё я сделаю вот так вот. Вот так вот, так вот, так. Чтобы было мне очень вкусно. Что касается книг. Да, есть буду палочками. Попытаюсь. Вот. Продолжаю медленно, но верно, одолевать хождение по мукам. Вот. Такая, скажем, тяжёлая, трагичная история о людях, которые потерялись в войне, потерялись в революции. Про войну, кстати, не так, чтобы много. Я прям не заморачиваюсь, когда читаю. Вот. Но, скажем так, интересно. Интересно, чем закончится жизнь. Хотя я начинаю подозревать о жизни героев. Хотя я начинаю подозревать, что всё-таки будет это всё трагично. Вот. Стишки читаем дальше. Ну, и листаем там прессу о книгах. Это я уже показывала. Просто хотела вам ещё раз напомнить, что сейчас у меня главный талмуд моей жизни. Вот. Это вот хождение по мукам. Что-то у меня один стоит. Это ещё только первая часть. У меня ещё вторую разыскивать, что ли? Вот. Скорее всего, да. Что-то я лошара, я любитель покупать разрозненные книги. Не обращаю внимания. Потому что я увидела книгу, всё, у меня загорелась. И дальше уже не волнует деталь. Вот. На улице сегодня мороза нам вроде как. Но солнышко проглядывает. Обещает немножко теплее, чем было раньше вчера. Я успела на работу проскочить мимо этого всего парада. А вот завтра, скорее всего, не успею. Надо будет что-то делать. Вот. Ну, ладно. Будем смотреть. Вам хорошего дня. Хороших книг. Приятного аппетита, если вы завтракаете, или обедаете, или ужинаете. А я быстренько буду есть, пока тёплая. А потом бежать на работу, как сумасшедшая. Ну, как обычно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok